Здравствуйте, мои дорогие мамочки! Снова записываю для вас видео, и сегодня мы поговорим о браке. Для начала давайте прочитаем с вами текст из Библии. Это будет книга Бытие, 2 глава, 24 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Почему в наших семьях, когда мы вступаем в брак, мы видим проблемы и трудности? Почему до брака все было так замечательно, классно? Мы считали минуты, часы, чтобы встретиться, мы могли часами висеть на телефоне друг у друга. Но когда вступаем в брак, какое-то время романтика еще есть, первые пару месяцев, но потом она заканчивается, и мы не знаем, куда что ушло, и что же у нас должно быть дальше. Давайте вместе попробуем разобраться, а я поделюсь с вами личным опытом. Итак, давайте представим себе такую картину, иллюстрацию. Мы вступаем в брак. Представьте себе самолет, который нас с вами ожидает на вылет. Небольшой самолет, личный, персональный. И вы со своим супругом приходите, чтобы загружать вещи, подходите к самолету. И наблюдаем такую картину со стороны. Супруга, жена, девушка, она несет в руках два больших чемодана, которые чуть ли не выше ее. Сумка через плечо, собака под мышкой. Сзади еще тянется пару человек, мама с папой, и они еще несут пару с тобой чемоданчиков. С другой стороны подходит ваш супруг, молодой человек. У него коляска, такая погружная коляска, на которой стоит гора багажа, куча сумок. И он везет ее вот так вот, что самого молодого человека не видно. И вот он из двух сторон так выглядывает и пытается подойти, увидеть свою возлюбленную. И вот, значит, мы видим такую картину. Самолет, образ брака и два человека, вступающих в этот брак. Но помимо этих двух человек, они с собой берут большой-большой багаж. Давайте с вами поразмышляем вместе, что же это за багаж. Мы с вами уже прочитали из текста. «Оставит человек отца своего и мать свою». Вот этот вот образ отца и матери, он показывает то гнездышко, в котором каждый из нас вырос и был воспитан. Девушка воспитывалась в своей семье. В ее семье были свои устои, свои ценности, свои интересы, свои правила. В семье девушки, например, были ценности такого характера. Обязательно принимать пищу вместе, кушать вместе. И за ужином читать Библию вместе. В семье жениха молодого человека, возможно, были другие устои. Они читали Библию по утрам со завтраком, а вечером все приходили в разное время и ужинали по-разному. И вот таких много-много-много разных моментов, устоев, привычек, которые были воспитаны в нас с самого детства нашими родителями, они создают багаж, а именно чемоданы. И вот мы, когда вступаем в брак, мы их несем с собой. Что еще входит в эти чемоданы, в этот багаж? Наши увлечения. Когда мы стали подростками и молодежью, у нас появились какие-то интересы, постоянные увлечения. Мужчины в основном, можно сказать, они увлекаются бизнесом, делом, работой. Девушки, в свою очередь, могут увлекаться каким-то рукоделием, возможно, даже какими-то интересами по служению, много разных подружек, что тоже очень неплохо. И это тоже наше увлечение, это тоже наши чемоданы. И мы их берем с собой. Еще наши ценности. В каждой семье ценности разные. В семье невесты, например, может быть ценность образования, высшее образование и необходимость. А в семье супруга, мужа, ценностью может быть тяжелый труд, а не образование. И это тоже эти ценности, которые воспитаны были семьей, родителями своего рода, они создают еще одну такую весомую категорию багажа. Также в этот багаж будут входить и отношения с родителями. Например, если невеста не отлепилась от своих родителей и начинает при каждой там ссоре, конфликт, обращаться к своему папе или к своей маме. Или жених, молодой человек, очень прилеплен к своей семье, особенно к своей маме. И все вопросы в первую очередь он решает не с женой, а с мамой. И это создает точно так же определенный багаж, который разделяет от чего? От прилепления. Итак, все наши ценности, привычки, все наши, которые мы несем с собой в брак, стандарты, они становятся вот таким вот разделительным объемом груза, который мешает нам даже друг друга иногда увидеть. Представьте себе вот этот молодой человек с вот этой коляской, тележкой, да, и вот он выглядывает так из нее, но он не расстается с этой тележкой, да, он вот тащит ее. И невеста тоже, постоянно оглядываясь назад, смотрит, не потерялась там ли мама с папой с еще кучей там каких-то сумок, авосик, чемоданчиков и так далее. И вот такие два человека хотят вступить в брак. И Господь говорит, оставит человек, отца своего и мать свою, то есть оставит человек весь свой багаж и прилепится к жене, да, она также оставит это все и прилепится к мужу, и двое станут одной плотью. Прилепиться. Когда мы с вами продолжим, да, нашу иллюстрацию, и так мы с вами стоим перед этим самолетом, и наша задача как-то прилепиться, то есть нам что-то нужно с этим багажом делать, да. И тут нам еще пилот выходит из самолета и смотрит на это все, и говорит, что, дорогие жених, дорогая невеста, наш самолет может понести только один чемодан. Нельзя. Почему? И пилот вам объясняет, что самолет маленький, и он не выдержит такой груз, и он может разбиться, и вы не долетите до места назначения. Когда мы вступаем в брак с кучей своих привычек, ценностей и интересов, которые мы принесли из своей семьи, из своей прошлой жизни, до брачной жизни, они не дают нам с обоих сторон прилепиться. Муж и жена должны прилепиться и стать единым целым. Но этот багаж мешает это сделать. И чем дольше мы с вами находимся в таком положении, да, и пытаемся запихать все наши привычки, устой, все наши чемоданы в этот маленький самолет, тем больше мы рискуем того, что он либо не поднимется вообще, либо разобьется о скалы, да. Поэтому очень многие браки не выдерживают такой нагрузки. И происходит трагедия, да, происходит крушение брака, развод. Поэтому в нашей семье мы, осознав этот принцип, увидев его благодаря Господу нашему, потому что когда мы переживали такие периоды жизни, когда вот уже наши, настолько мы разделились нашими принципами, нашими привычками, нашими какими-то ценностями, каждый тянул свою лямку, и они нас разделяли. Мы как бы разошлись. Наш брак, он очень сильно дистанцировал, вот эти вот, этот багаж, эти привычки, они очень нас дистанцировали с мужем друг от друга. И в этот момент, взывая к Господу, Господь, он дал такую вот мудрость, да, вот этот вот образ, вот этого вот самолета, вот этого багажа, вот этого брака. И что нам нужно все это оставить и прилепиться. И что мы делаем, да, какой вывод из вот этого вот урока, да, какой вывод из этой картины. Мы берем и раскладываем, раскрываем весь наш багаж друг другу. Мы сели с мужем или не сели, но в течение наших дней этот процесс происходит по сей день, да, вот он начался, может быть, полтора-два года назад, да, примерно, может быть, три. И продолжается по сей день, и еще будет продолжаться. Потому что мы основной багаж уже разгрузили, да, но что-то мы еще с собой лишнее взяли, будем, наверное, по пути выкидывать из нашего самолета. И мы разложили весь этот багаж, мы все это раскрыли друг перед другом, и теперь мы с ним дискутируем, да, вот это вот нужно нам будет в браке. Мы рассматриваем все эти вещи и оставляем только то, что действительно очень важное и ценное, и что будет созидать наш брак. И собираем это все в один чемодан. Погружаем это на наш лайнер, да, на наш самолет, и летим в путешествие. Это, конечно, был бы идеальный вариант, но у нас так тоже не совсем получается. Мы берем чуть больше дозволенного, и когда самолет начинает потряхивать, мы выкидываем с нашего самолета некоторые ненужные нам вещи, оставляя все меньше и меньше этого багажа, да, чтобы облегчить наш самолет брака. Мы выбрасываем за борт ненужные ценности, ненужные привычки, ненужные цели, ненужные какие-то стандарты, которые мы с собой тащили, так долго. И мой такой, с моим мужем будет совет, сама иллюстрация рассказывает о себе, да, чтобы счастливо добраться до Мальдив или до островов, куда вы там летите, да, куда ваш брак направляется, то поскорее обнаружить все эти ценности ненужные, все эти привычки ненужные, раскрыть их друг перед другом, перебрать их, сократить этот багаж, и вы увидите, насколько легче вам станет лететь в вашем самолете брака, и насколько безопаснее будет, и сколько шансов будет безопасно и благополучно приземлиться на туда, куда вы летите, да, куда этот брак направляется. Также я хочу добавить, что эта иллюстрация помогла нам понять, что у каждого из нас есть какие-то ценности, какой-то багаж, и что нам нужно с уважением, любовью, смирением и почтением друг к другу, да, относиться к этому багажу. Мы знаем, что мы не идеальны, что есть что-то, без чего мы не можем, да, то есть что-то пойдет с нами в этот багаж, и мы относимся снисходительно друг к другу. Если у моего мужа есть какая-то привычка, с которой он сейчас пока не может расстаться, да, и мы видим, что эта привычка, она в нашем браке присутствует, иногда мне с чем-то приходится смиряться, иногда моему мужу с чем-то приходится смиряться. Я могу вот пример привести, да, личный, себя. Моя проблема — это крик на детей. Мой муж, он не кричит на детей. Я кричу на детей. И раньше этот багаж был очень большим, и мой муж с большим терпением, с большим уважением относился ко мне, потому что он знает, что в моей семье на меня постоянно кричали. Однако я не готова ехать в моем браке, лететь в моем смартисе с этим, с этой привычкой, и я хочу от нее избавиться. Но процесс избавления занимает время. Я не могу просто так взять и перестать кричать. Это долгий процесс. Сейчас он гораздо лучше, чем он был раньше. Это улучшается со временем. Но есть такие привычки, друзья, которые очень сложно искореняются. Поэтому уважение к другому и понимание другого человека поможет вашему браку. Видя, что этот человек борется с чем-то, и видя также, что и вы боретесь с чем-то. И когда мы начнем в друг друге видеть вот эту борьбу и желание поскорее распрощаться с ненужным багажом, то наш брак становится более вот таким прилепленным, потому что мы покрываем друг друга любовью. Кто, как не супруг, может покрыть тяжелые привычки любовью? Кто, как не супруг, может понять в трудное время, принять и любить, не ожидая каких-то перемен и не требуя их, но с молитвой, с верой, что Господь в свое время произведет этот процесс освящения и изменения в каждом из нас. Брак — это наисложнейший процесс, который запустил сам Господь. Без Господа мы не справимся. Брак отражает тайну Христа и Церкви. Брак имеет очень большое значение в нашей жизни. И без Господа этот институт, эта структура не выдержит. Поэтому все мы так нуждаемся во Христе, чтобы наш брак правильно созидался, чтобы наш брак, наш самолет, он приземлился и долетел. Поэтому я благодарю вас, что вы смотрели это видео. Я прошу вас, пожалуйста, все желающие, кто хочет узнавать больше о браке, кто хочет помощи в конкретно своих ситуациях, добавляйтесь в телеграм-канал наш. У нас много сестер, которые делятся через призму писания и через призму своего личного опыта хождения с Богом, как пережиты их браки. У нас есть мамочки, у которых 8, 10, 12, 17 детей, и они сохранили свои браки, и их браки здоровые и зеленеющие. Ссылочка на телеграм-канал будет под этим видео. Добавляйтесь, пожалуйста, мы будем очень рады вам и будем рады послужить вам. Ну а я хочу помолиться. Давайте всем, кому нужно покрывало для головы, пожалуйста, поставьте это видео на паузу, оденьте ваше покрывало, и мы будем молиться в едином духе вместе. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог, за то, что Ты созидаешь наши браки, за то, что Ты единственный Господь, кто может помочь нам осознать и переосмыслить состояние нашего брака, о том, что Ты один даешь нам силу меняться и освящаться, оставлять ненужный багаж и ненужные привычки, ненужные ценности и прилепляться к нашим драгоценным мужьям, а также и им даешь этот процесс освящения, который помогает прилепляться. Господи, я прошу Тебя за всех, в том числе и за наш брак, помоги нам быть мудрыми и отказываться все больше и больше от наших ненужных привычек, от наших ненужных ценностей, от наших ненужных целей и соединяться друг с другом, прилепляться и поскорее освобождать наш самолет брака от ненужностей, чтобы он благополучно и безопасно приземлился. Господи, избавь нас от крушений. Я прошу Тебя за каждую семью, чтобы не было разводов, Господь. Пожалуйста, я прошу Тебя, коснись сердец и дару эту мудрость мамочкам принести в брак вот этот вот элемент, да, осознание. И если даже их мужья сейчас не готовы, чтобы своим вот этим смиренным поведением и отношением жены могли достигать сердец своих мужей. Я благодарю Тебя за всякого человека, кто смотрит сейчас это видео. Прошу Тебя об изменениях сердца, об изменениях брака, и чтобы Ты, Господь, производил Свои чудотворные действия, исцелял браки, которые невозможно исцелить. Я прошу Тебя о Твоих чудесах, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что ж, дорогие, я могу сказать вам, что я видела и знаю браки, которые были разрушены, которые потерпели крушение, но не дошли до развода. И как своей любящей рукой Господь эти браки исцелил и привел эти развалины к новому, созидающему, чудесному браку. Поэтому не сдавайтесь, дорогие мамочки, если ваш брак сейчас терпит крушение. Но обратитесь к Господу. Он создал брак, и Он его должен вести. Если мы развалили, Он может его воссоздать. Идите к Господу. Он единственный помощник. Увидимся в новом видео. А я прощаюсь с вами. Пока-пока.